Сейчас с нами на связи народный депутат Украины предыдущего Сраза Иванова, сейчас член наблюдательного совета при Украинской области Сергея Лещенко. Сергей, мы рады вас приветствовать. Спасибо, что нашли возможность присоединиться к нашему эфиру. Сергей, попросим вас прокомментировать вот это решение Конституционного суда. Вы в своем телеграм-канале написали о том, что Конституционный суд должен быть, я так понимаю, ликвидирован. Судьи, точнее, должны быть распущены после всех этих решений. Считаете ли вы это лучшим выходом из ситуации? Я темой Конституционного суда начал заниматься за несколько месяцев до этих событий. И все, что происходит сейчас, это вполне логично проистекает из того, что было еще в прошлом 2019 году. В прошлом 2019 году произошел преступный сговор между судьями Конституционного суда и окружного суда Киева во главе с Вовком. Эти судьи решили захватить власть в стране за рамками той, которая им наделена законом. И если вы послушаете записи Вовка, то на записи за май прошлого года еще Вовк хвалится своим подчиненным о том, что мы свергли из КС главу суда Шевчука, и теперь мы контролируем уже три суда в стране. Наш окружной суд Киева, КС и еще один из районных судов Одессы. И они еще даже подшучивают, ну теперь тебе Вовк пора идти уже в КС работать с судьей, вершить судьбы мира. А на что Вовк отшучивается? Ну я же не буду работать за 10 тысяч долларов этой убогой зарплаты. Вот это происходит дальше. Дальше все происходящее вытекает из этого. Конституционный суд, он сейчас системно работает в тандеме. Тандем этот построен с участием депутатов ОПЗЖ. Если вы не знаете, то сообщаю вам небольшую новость, что депутат от ОПЗЖ и господин Вовк, депутат это женщина, а судья Вовк это мужчина, у них есть общий ребенок, и они продвигают общую повестку по уничтожению судебной системы вообще в Украине. А Конституционный суд является инструментом этого продвижения. ОПЗЖ пишет все эти представления в суд. А Конституционный суд по свистку это все одобряет. И они начали же не с решения по антикоррупционной реформе. Они начали с решения сперва по Сытнику, потом по закону по НАБУ. На прошлой неделе они приняли решение перейти в секретный режим, собираться где-то в туалетах, я не знаю, где под одеялом, но не в публичном процессе, где стороны могут публично заявить свою позицию, а журналисты услышать стороны. Дальше это вылилось в эти решения уже на этой неделе. КС в нынешнем виде это продукт пищеварения Януковича. Там пятеро судей, которые были назначены Януковичем. Плюс там есть судьи Порошенко, назначенные лично им, и назначенные по квоте БПП, например, через парламент. И есть еще один судья от Тимошенко, один судья от партии «Свобода», и один судья, близкий к Игорю Палеце, партия «За будущее». Вот такой расклад по КС на сегодняшний день среди тех судей, которые голосуют как конвейер, уничтожая все эти решения. То есть у них общая повестка дня. Сергей, позвольте уточни меня к вам. Да, например, смотрите, почему Тимошенко так беснуется. Потому что судья, который у нее есть, он голосует за все решения под обещание, что следующим решением отменят земельную реформу, например. Поэтому Тимошенко не хочет терять своего судью. Она не хочет терять шанс на отмену земельной реформы. Поэтому она выступает с заявлением «давайте не трогать КС», «давайте, значит, дадим им еще один шанс» и так дальше. Точно так же «Свобода». Сергей, понятно, понятно. Здесь позиция зафиксирована. Позвольте уточнение к вам. Это важно понимать о том, что происходит вообще. Кто эти люди? Я уверен, что спросим на улице, человек не назовет ни одного из этих 11 или 15 непонятных мужчин и женщин в мантиях, которые вершат судьбу Украины и лишают, по сути, страну будущего, денег, перспективы и так дальше. Смотрите, Сергей, то, о чем вы сейчас говорите, здесь понятна позиция. Здесь зафиксировали ее. Но вот мы просто сейчас обсуждали, и Марина Ставничук у нас в студии говорит, мол, нарушили ли процедуру голосования и принятия решения судей Конституционного суда? Нет, не нарушили. Было ли нарушено законодательство при вынесении соответствующего решения? Нет, не было нарушено. Не боитесь ли вы, что если сейчас через политико-правовые решения отправлять в отставку весь состав Конституционного суда Украины, то таким образом просто открывается окно овертона. Допустим, завтра не понравится какой-то части общества указ президента, и они потребуют признать его никчемным. Послезавтра не понравится кому-то решение парламента и потребуют признать его никчемным, распустить и так далее, и так далее. Но и в итоге получится, что у нас никто ничего не контролирует, никакая процедура не прописана и так далее, и так далее. Смотрите, в мире современном идет дискуссия. Она касается, что важнее в мире, верховенство закона или верховенство права. Верховенство закона – это догма. То есть, если так написано, то мы делаем так, как по закону. Верховенство закона предполагает, что Гитлер, Адольф Гитлер, он сжигал в своих концлагерях согласно верховенству закона. Такие были законы, они позволяли ему. Верховенство закона предполагает, что Сталин в ГУЛАГ засылал людей и расстреливал их тоже согласно верховенству закона. Строго буква закона ему давала такое право. В современном мире последние десятилетия уже отходят от концепции верховенства закона. Есть верховенство права, где в основе лежит права человека, права каждого гражданина на честную власть, на честные органы власти, право на информацию, право на контроль за чиновниками и так далее, и тому подобное. Согласно букве закона, Украина как независимое государство не произошло. Согласно букве закона, у нас до сих пор при власти был бы Янукович, возможно, и так дальше. То есть, согласно букве закона, мы бы, в принципе, могли сейчас утверждать, что Янукович сейчас на втором сроке находится. Согласно букве закона, Кучма ввел право на третий срок баллотироваться. Это производные от решений КС. Есть дух закона, есть верховенство права. Вот верховенство права предполагает, что если судьи начинают действовать вопреки интересам общества и в интересах своего цеха, а почему судьи отменили эту... Сергей, Сергей, вот, слушайте, вот вы... Потому что... Я прошу не перебивать. Если вы будете перебивать, я не буду к вам включаться, потому что мне не интересно с вами спорить. Пожалуйста, Сергей, мы же не спорим с вами, смотрите, вы бывший журналист, и вы тоже, и вы говорите о духе закона, давайте о духе уважения взаимного, правда? Мы вас позвали, потому что вы нам интересны, и мы хотим, чтобы мы были интересны вам, как собеседники тоже, правда? Вы прервали меня на полслова. Сергей, ну вы говорите очень долго. И хотите закончить мысль. Ну, извините. Сергей, давайте спокойно разговаривать. Мы попросим вас закончить мысль в течение 30 секунд. Пожалуйста. Это было ваше предложение. Сергей, Сергей, совершенно верно, мы вас позвали, вы нам интересны. Но, пожалуйста, давайте, вы тоже будете уважать нас, как и мы вас. Мы предыдущие спикеры выступали по 15-20 минут, я висел на телефоне и слушал, и я слушал эти выступления. Но не утрируйте ради этого, Сергей, не волнуйтесь, не нервничайте. Мы даем вам сейчас 30 секунд на завершение мысли, пожалуйста. Давайте, 30 секунд. Поэтому, конечно же, эти судьи, они поставили себя выше интереса в обществе, потому что в системе декларирования нет ничего плохого. Это нужно для граждан, для всего общества. А эти судьи, они уничтожали ту систему, которая их уже начинала наказывать. Один судья, который голосовал за, она была под уголовным делом, Садгородняя. Это судья, который назначен по квоте БПП в прошлом созыве, по квоте партии Порошенко, Играновский находил эту судью. Фракции, в которой вы были? Двое судей. Это не имеет значения, какой фракции я был. Я боролся с этими явлениями. Ну, вы только не переживайте. Второе. Это судья, который был докладчиком, Следенко, по фракции Свобода сошел. Этот судья уже должен был получить протокол, который предполагал его внесение в реестр коррупционеров. И вместо того, чтобы получить протокол, он решил, напишу такое решение, напишу прямо решение для того, чтобы мне этот протокол не вручили. Третий судья, это судья Мойсик. Он тоже был под расследованием агентства предотвращения коррупции. И он решил, а зачем мне получать протокол о коррупции, я лучше уничтожу эту систему. Вы обещали 30 секунд. И поэтому эти судьи, конечно же, они заметали следы для того, чтобы самим не попасть под систему, которая их бы наказала. Вот и все. Интересы общества состояли в том, чтобы эта система функционировала. И такой суд, который вышел за рамки своих предписанных ему полномочий, должен быть распущен. Поэтому мы просим вас придерживаться просто. Мы дали вам 30 секунд, попросили, чтобы договорили. Смотрите, у нас есть, я вижу, просто есть реакция в студии на вашу реплику. Если вы можете, останьтесь с нами на связи, для того, чтобы был интерактив общения со студией. Можете или нет? Да, могу. Да, замечательно. Только мы попросим всех участников дискуссии быть краткими и лаконичными. Валентин Землянский. Не, не, можно Марина Ивановна? Марина Ивановна. У меня до пана Сергея одне питание и одна реплика. Одне питание. Взагалі весь цей шум навколо рішення Конституционного суду почався с вашего информационного поведомления. Еще за добу до того, как появилось рішение Конституционного суду. И ваше поведомление полягало в том, что вы знали и оприлюднили цю информацию, кто голосовал за, кто голосовал против, попри то, что исходит таемница. Голосование, нарадчую кимнати в Конституционном суде також. И вы знали сміст решения, который вы интерпретировали по-своему. Звідки вы это знали? Насколько достоверно, скажемо, законно вы отримали відповедную информацию? Звідки вы это знали? Дякуємо, да. Відповідь очень проста. Мы все люди не роботи. Люди спілкуються между собой, діляться информацией. Тому, звичайно, ту информацию, которую я прилюднюю, вона є правдивою. Тому слідкуйте за мною в социальных медиа. Друге, та информация, яка стосується решений Конституционного суду, за моєю информацией, на момент розгляду було ухвалено навіть більш абсурдное решение взагалі знищити ще й статтю про незаконне збагачення. Потім злякалися і винесли це питання в окреме провадження. Але це не має жодного значения. Ці судді вже перейшли червону межу. І це означає, що їхній час на посаді добіг кінця. Якщо б ви, ну, правильно сказали, як він поки чекав, то подивився ще паралельно ефір на іншому каналі, де виступав суддя-доповідач Сліденко. Ну, він не схожий на адекватну людину, яка взагалі може трактувати закону України. Давайте не оцінювати адекватність людей. Так, але що стосується його аргументів, то його аргументи позбавлені навіть сенсу. Окей, услышали. Він каже, що він декларував Конституція, потім він сказав, що він його не декларував. Да, Сергій, понятно. Ці люди не можуть від імені держави. Просили лаконічності, понятно, да. І коротка репліка. Принцип Верховенства права, який є основним із фундаментальних принципів, в тому числі і нашої Конституції України, має свої складові. Ви знаєте, що Венесійська комісія зробила таку фундаментальну доповідь, і от складовою, основною, вагомою складовою принципу Верховенства права є принцип законності. Разом з принципом пропорційності, разом з принципом правової визначеності і багатьма іншими складовами, які наповнюють і визначають зміст Верховенства права. Тому ми в Конституції маємо, наприклад, статтю 19 Конституції України, яка говорить, що кожна посадова особа має діяти в межах спосіб на підставі визначених Конституцією законами України. І в даному випадку, коли ви говорите, що Верховенство права – це ми тільки ним повинні користуватися, а Конституцією законами – ні, то ви з точки зору Конституційного права абсолютно не прави. Даруйте, але це так. Все, фінальний відповідь вже Сергія. Я кажу, що ми керуємося законами, але коли починається конфлікт і коли закон, який трактується Конституційним судом, наприклад, напряму суперечить принципи Верховенства права, то тоді починається дія іншої догми. Взагалі, для чого створені закони? Кого вони обслуговують? Чиновників чи громадян України як засновників нашої республіки, в якій ми живемо? Що важливіше – задовольнити чиновника чи суддю Конституційного суду, щоб його не притягав до відповідальності, чи забезпечити право громадянина мати доступ до інформації про спосіб життя, до контролю за способом життя чиновників і так далі і тому подібне. Тому, звичайно, якщо немає конфлікту, ніхто про це не каже, але якщо починає конфлікт догму і духу, то, звичайно, маємо ми обрати саме дух, тому що дух є основним, що лежить в основі взагалі будь-яких конфліктів, законів і права. Сергей, ви ж знаєте, що соотношення, іменно соотношення закона і права – це головне содержання философії права в принципі. А вот то, що ви говорите зараз, ну це дуже интересно, що, значить, ну, потрібно це прозрачно, потрібно, щоб декларували і так далі. Ми просто сьогодні с господином Херпстом общались, ми йому довго не могли объяснить, що у нас відбувається, знаєте, з цим духом і з цією буквою, він не мав понять. І у нас зараз в тому, от чого більше сійдуть з ума, в тому числі наші западні партнери. А я вам скажу, почему не мав понять. Ось, Сергей, ну тепер ж ви мене не перебиваєте, да? Отрешення суда, яке можна було просто купувати законопроектом, ну я не знаю, введенням процедуру особого декларування суддями своєго імущества. Или оттого вони сійдуть з ума більше, що президент просто, знаєте, вот сейчас полностью може наплевать на понятие независимої суддівної системи як таково, а просто после чого-то абсолютно йому не понравивше гостя. Вот у нас этот вопрос, он в студії, в принципі, висит сейчас. Можно прокомментировать, да? Очень кратко, да, пожалуйста. Очень кратко. Господин Херпст не мог вас понять, потому что в английском языке есть выражение «rule of law», и это значит верховенство права, а не закона. Поэтому для него по догме изначально это уже верховенство права, а не закона. Что касается КС, поменять закон, то этот, например, если бы мы поменяли закон, этот КС, у него же методичка прописана на год вперед. В следующем он уничтожает закон о фонде гарантирования вкладов. У них уже есть собранные голоса. Под это розданы уже деньги. Цель, чтобы банки, которые были, принадлежали Алигархам, в частности Коломойскому, чтобы эти банки смогли свои средства, которые были уже у этого банка изъяты, забрать эти олигархи могли назад. Дальше закон про землю. Дальше закон об антикоррупционном суде. И под это тоже раздают деньги, потому что в антикоррупционном суде уже на стадии завершающей, на стадии перед дебатами, дело Мартыненко, например, дело Труханова, например, там огромные деньги готовы отдать, чтобы этот суд уничтожить. Поэтому, если бы мы даже дали им еще один шанс, они бы этим шансом не воспользовались. Потому что они уже показали себя в системе, в системной связке с Ловком, в системной связке с ОПЗЖ и в системной связке с уничтожением базового права гражданина на справедливое судопроизводство. Спасибо, говорим Сергею Ильиченко, за то, что нашли возможность присоединиться к нашему эфиру. Спасибо вам. Возвращаемся в студию. Дух тяжело формализировать закона. Просто дух тяжело формализировать. Ну вот, Марьяна.